Всем привет! С вами Николет. Спасибо, что смотрите мой канал. И сегодня я хочу поговорить об еще одном продукте для волос. Девчонки, это бомба! Я считаю, что аминокислоты, о которых пойдет речь в нашем ролике, это действительно вещь, просто жизненно необходимая для наших волос. Потому что аминокислоты в организме человека отвечают за множество процессов, работу мозга, обмен веществ, красоту волос и молодость кожи. Вот в этой волшебной баночке 23 аминокислоты, 8 из которых незаменимые. И я специально 2 года назад, когда нарвалась в интернете на информацию про аминокислот, нам стало более детально и глубоко интересоваться. Я про каждую аминокислоту, которая сюда входит, я нашла информацию, насколько она важна, полезна и нужна для волос. Если честно, я была в шоке. Потому что считается, что аминокислоты – это препараты для тренировок, препараты для людей, которые, скажем так, наращивают мышечную массу. Сразу хочу сказать, не беспокойтесь, у вас ничего не нарастет. Аминокислоты спортсмены пьют для восстановления мышц после физических нагрузок. Мы же с вами будем пить для волос. И я в ролике постараюсь рассказать про каждую аминокислоту, про каждую, что она из себя представляет и как она влияет на волосы. Скажем так, информацию я подчеркнула из литературных источников, информацию я находила на сайтах. И я была в шоке, что такой препарат, почему, почему так мало информации, почему молчат. Хотя, когда разбиралась, выяснилось, что очень часто всякие производители шампуни, кондиционеров, аминокислоты добавляют свои средства для волос, для ухода за волосами. Но почему-то как-то вот всё равно оно как-то вот боком проходит, именно их польза для волос. Значит, почему нашим волосам необходимы аминокислоты? Дело в том, что волосы более чем на 60% состоят из белка, основу которого составляют именно аминокислоты. Таким образом, аминокислоты не только улучшают состояние повреждённых волос с помощью восполнения их структуры, но и способствуют проникновению полезных веществ внутрь волоса. Нехватка аминокислот очень быстро отражается на состоянии волос и ногтей. Аминокислоты укрепляют корни волос, регулируют обмен веществ в лосяных фолликулах, препятствуют выпадению волос и активизации их роста. Значит, хочу вам показать, вот видите, я выпила всю баночку. Здесь 360 капсул. Так, значит, нам для волос достаточно пить вот по одной такой капсулке 3 раза в день. Этого вполне достаточно. Вот, то есть мне этой баночки хватило на 4 месяца. Значит, в двух словах, вот просто чтобы не был ролик слишком длинным, я пробегусь, чтобы вы понимали, насколько это важно и нужно. То есть, допустим, первая аминокислота – это лизин. Она является составной частью большинства белков. Эта аминокислота принимает участие в процессе формирования волоса. Она входит в состав многих косметических средств. Лизин участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей. Лизин улучшает усвоение кальция из крови и транспорт его в костную ткань. Американские ученые давно продвинулись, я, кстати, читала эти исследования, было очень интересно, значит, что лизин способен остановить выпадение волос при андрогенной аллопеции и железодефицитной анемии. Вот, значит, следующая аминокислота – это аргинин. Помогает восстановить внутреннюю структуру волос на уровне кутикул. Также эта аминокислота насыщает волосы пигментом. Аргинин снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение, препятствует образованию тромбов. Я в своих роликах всегда делаю акцент на то, что волосы наши питаются полезными веществами, кислородом только с кровью, и больше никак. Значит, следующая аминокислота – глицин. Увлажняет волосы и кожу головы, делает волосы гладкими и блестящими. Аминокислота – пролин, глубоко восстанавливает кожу головы, а также активизирует обмен веществ. Аминокислота – таурин, о которой я рассказывала в своих предыдущих роликах. Условно незаменимая серосодержащая аминокислота, которая обеспечивает нормальный кровоток, улучшает кровоснабжение в организме и в том числе в коже головы. Питает волосы, ускоряет рост волос, делает волосы прочными, восстанавливает их, борется с андрогенетической аллопецией, борется со старением, участвует в освобождении организма от засорения свободными радикалами. То есть это таурин продлевает нам молодость. Аминокислота – цистиин, серосодержащая аминокислота. А я всегда делаю акцент на том, что серу волосы наши очень любят. Так вот, цистиин укрепляет волосы, сокращает выпадение и предотвращает ломкость. Он способствует формированию коллагена и улучшает эластичность и текстуру кожи. Цистиин входит в состав других белков организма, в том числе некоторых пищеварительных ферментов. Является одним из самых мощных антиоксидантов. При этом его антиоксидантное действие усиливается при одновременном приеме витамина С и селена. Метионин – одна из незаменимых аминокислот, содержащих серу. Улучшает качество, структуру и рост волос. Предотвращает выпадение и расстройство в формировании волос, кожи и ногтей. Воздействует на луковицы волос и поддерживает рост волос. Пожирает свободные радикалы, то есть борется со старением. Аминокислота гистидин стимулирует образование гемоглобина и кровотворения в целом, что очень положительно влияет на волосы. Серин – улучшает структуру кожи, борется с ранним старением, борется с аллопетой, то есть с выпадением волос, препятствует ломкости, расслоению ногтей. Показания для применения тирозина – выпадение волос, ломки ногтей, сухая кожа, ускорение роста волос. Триптофан, как и цистин, предупреждает выпадение волос. Я пробежалась буквально по половине аминокислот, продолжать можно очень долго. Поверьте, каждая из них имеет свое определенное влияние на волосы. В этом препарате содержится 8 незаменимых аминокислот. Почему незаменимые? Потому что мы, организм эти аминокислоты получаем только с пищи и больше никак. А пища, которую мы едим, куда входят аминокислоты – это мясо, это сыр, это орехи, это яйца. То есть если вы сидите на диете, если у вас просто какое-то не совсем качественное питание, а мы сами знаем, что мясо у нас все перемороженное, что полезных веществ там очень мало, если вы вегетарианка, ваши волосы эти аминокислоты недополучают, они начинают выпадать. Ведь сколько таких случаев, когда девчонки пишут на форумах, вот я села на диету, у меня стали выпадать волосы. Девчонки, если вы сидите на диетах, пейте аминокислоты, будьте умнее, берегите свои волосы, берегите себя, берегите свой организм. Так вот, я 2 года принимаю аминокислоты с перерывами в 2-3 месяца. И также вот постоянно начинаю по новой. Я могу отказаться от каких-либо других препаратов, но аминокислоты в моем рационе будут всегда. В принципе, я вот с вами делюсь этой информацией. Девчонки, сами поищите на просторах интернета, погуглите информацию, вы просто будете в шоке, насколько они важны, насколько. То есть, почему как-то вот они, я считаю, не совсем правильно забыты, как-то вот не совсем они хорошо освещены, польза их. То есть, польза для волос просто незаменимая. Это, в принципе, всё, что я хотела рассказать. Ссылку на этот препарат я выложу внизу под роликом. Если вы аминокислоты найдёте у себя в аптеке, вау, супер, молодцы, но я не смогла найти, чтобы весь комплекс аминокислот содержался в одной баночке. Нашла только отдельно метионин. Всё. Поэтому заходите ко мне на страничку ВКонтакте, пишите мне, присоединяйтесь в группе ВКонтакте, задавайте вопросы, со всеми рада подружиться, пообщаться. Задавайте вопросы, пишите. С вами была Николед. Спасибо, пока-пока.